Всем привет, с носом и геймдраген, и у нас сегодня на столе на нашем геймерском Демократия 4, это продолжение игры Демократия 3, у разработчиков Политека, они любят создавать всякие интересные политические симуляторы, в общем задумки у них хорошие, и были у них и политикал симулятор, там еще бородатых 2000-х годов, а задумки хорошей реализации были не очень, а вот Демократия 4 у них вышла очень даже неплохо. Ну вот этот посетек у них это издатели, а разработчики здесь другие, давайте мы сегодня с вами посмотрим, я вам расскажу о том, что это за игра, если кто не знает, познакомитесь, а дальше будете играть сами, она достаточно длинная, ну от вас зависит, насколько она длинная, в общем это политический симулятор, как вы поняли, то есть чего-то тут такого сверх эдакого акшонского не будет, вот, но зато здесь глубокая проработка всяких процессов в стране. Итак, давайте начнем новую игру, у нас с вами доступно несколько стран на выбор, в данном случае у нас доступна Великобритания, доступна Германия, Франция, Канада, Австралия, Испания, Южная Корея, Италия и Япония. Значит, у каждой страны есть свои предпосылки, стартовые условия и прочие вещи. Ваша задача возглавить кабинет министров, то есть или правительство в данном случае, в зависимости от формы правления, вот, и рулить страной, для того, чтобы вас перевыбирали на новый срок и двигать страну, как говорится, к светлому будущему. Общие сведения, корректировки есть, в каждой стране, по сути, вы играете как в свой отдельный сценарий. Выберем UK, вот, наших стран здесь нет, поэтому, а, вот еще и США, пролистал. Значит, играть, значит, обязательное голосование у нас. Да, три партии, есть сложность, то врожденный социализм, то экономический цикл, 38%, не знаю, что это меняет начальную ситуацию на мировой экономике, что влияет на ОВП и другие факторы. Ну, окей, не знаю, стоит у меня по умолчанию, пускай будет, как стоит. Вы можете выбрать название партий, которые будут с вами сотрудничать или противостоять вам. Нажимаем играть и добавляют по ним бюрократию. Ну, как обычно у нас всякие смешные заголовки. Итак, справляемся с победой на выборах. Вы премьер-министр, жизнь 64-63 миллионов населения в наших руках. Значит, у нас есть основных шесть параметров, по которым мы руководим страной, по которым мы можем судить, насколько хорошо мы это делаем или плохо. У нас есть общее состояние ВВП, здоровье, образование, общий уровень безработицы, преступность и бедность. На последних выборах ваша партия набрала большинство голосов. 10% это даст вам возможность реализовать свои политические решения. Итак, мы приступаем к управлению страной, но прежде чем приступим, хотелось бы сказать одну вещь. Вся игра построена как один большой веб-сайт, то есть все у нас очень интерактивно. Если я хочу посмотреть, например, на образование, я на него кликаю и перехожу на экран, который описывает мне, что такое образование, из чего оно состоит, какие факторы на него влияют и на что влияет, соответственно, оно само. Значит, вот это то, что на нее влияет в позитивном или негативном ключе, но красным будет выделено. И на что влияет само образование. Вот, допустим, нехватка образования влияет на нехватку, соответственно, кадров. В данном случае минус 24, почти 25%. Здесь я вижу график изменения общего уровня образования по стране. Вот, и вы можете почитать, например, повышая образование, мы видим, что оно хорошо влияет на налогу на выпускников, развитие человеческий фактор, производительность. А отрицательно, если его недостаток, преступность, насильственная преступность, расовая напряженность, нехватка кадров, соответственно. Что же влияет на само образование? То есть мы можем сортировать по силе влияния, по причинам имени или силе влияния, соответственно, по ниспадающему и восходящему списку. Государственные школы, видите, влияют очень хорошо. Самое максимальное влияние указывает то, что у нас есть поддержка государственных школ. А что влияет плохо? Налоги на выпускников, вот, и бедность, соответственно, если у нас много бедного населения, то не все могут успевать даже ходить в школу. Отсутствие определенных развитий технологий и прочее, прочее, прочее. Можно вернуться назад, и вот мы попадаем на вот такой вот экран, который может сначала ошеломить, вот, но, тем не менее, он полезен и дает возможность понять, что у вас происходит в стране. Каждая иконка, ой, тут какой-то похожий дядя на Джонсона, значит, каждая иконка отражает определенное состояние или ситуацию в стране. При этом все это разделено на несколько секторов. Вот, охрана правопорядка, транспорт, внешняя политика, социальное обеспечение, экономика как таковая, налоговая политика и государственный сектор и госуслуги. У меня есть всего 15 политического влияния единиц, на которые я могу принимать или менять законы. Красным у нас выделены мигающие негативные факторы, которые появляются и влияют на страну в целом. То есть могут появляться позитивные факторы, могут появляться негативные. Могут негативные просто исчезать, не давая негативного эффекта. Если вы, вот видите, задержаться на ней подольше, оно всплывающие подсказки вам выдает и пишет о том, что и на что влияет. Значит, что у нас происходит? У нас неконкурентно способная экономика. На нее отвратительно влияет, видите, красным. Это производительность и зарплата. Соответственно, хорошо на нее влияет минимальный размер оплаты труда, налог на зарплату и корпоративный налог. И, в общем-то, вся вот эта вот ситуация с неконкурентно способной экономикой, в общем-то, влияет на группу населения капиталистов. Теперь мы перейдем и посмотрим вот на левую часть и увидим, что же это у нас такое. Значит, у нас есть общая структура населения, которая разбита на разные классы. Давайте я поставлю мышку в другую сторону, чтобы он постоянно у нас не выскакивал. Все, понятно, что все на все влияет, это общее описание всего населения, существующего у вас в стране. У нас есть либералы, капиталисты, средний класс, бюджетники, пользователи транспорта. Дальше уже у нас идут, кроме их политических взглядов, есть разбитие на их примерные предпочтения. Есть у нас автомобилисты, есть профессиональные деятельные, есть, например, родители. То есть вы можете понять, вот при этом родители у нас могут быть как и капиталистами, так и транспортниками и прочим, прочим, прочим. Они могут быть бедными, богатыми. То есть достаточно сложная симуляция этих взаимодействий. И, допустим, увеличивая что-то, что может хорошо повлиять на родителей, оно, в принципе, повлияет на всех родителей. А если вы, допустим, внедрите какую-то политику, которая хорошо повлияет на капиталистов, то родители, как их поддержка, тоже может вырасти. Потому что, например, условно говоря, в какой-то ситуации у вас может получиться, что у вас капиталистов родителей достаточно много. Вот. Или, там, наоборот, мало и не будет это влиять. В общем, вы должны смотреть, что у вас происходит. Есть отдельно молодежь. Если обратите внимание, я не буду сейчас наводить, опять же, курсор, видите, такая, фон, он у нас неоднозначный. То есть, если полоска цветовая показывает их поддержку, вашего правящего режима в данном случае, то полосочка сзади, которая, видите, уменьшается, вон, богатых внизу, в самом конце, вот эта полосочка, она говорит о количестве населения. Это процент населения от общего населения в стране. Соответственно, все у нас заполнены полностью. И мы видим, что либералов в данном случае у нас, ну, процентов 90, да. Капиталисты при этом, они же, там их процентов, не знаю, ну, 60-70. Вот. При этом, допустим, фермеров у нас там процентов 8-10, можем посмотреть. Если я кликну на них, я перейду на конкретно иконку и всплывающее меню, которое описывает непосредственно фермеров. У нас есть и текстовое описание, мы можем посмотреть процент населения, ведь я его почти угадал. 6,7 вы видите, сколько это в процентном состаршении, сколько это реально людей. А вот высокое доверие к нам, слегка недовольные разными политическими ситуациями. Их общее счастье, их общий мембершип, вхождение в ту или иную группу и общий их доход. Вот вы можете смотреть, как изменяется их доход. Что на них влияет и что влияет на их счастье и, соответственно, доверие к нам, как правящей партии. Вы видите график распределения, видите, то есть в общей-то части фанатично враждебные, в большей степени у нас нацелены. Что на них влияет? Понятно, что сельскохозяйственные субсидии. Чем больше субсидий, тем более позитивно на них это влияет. Например, возвращаемся на распределение счастья. Мы можем посмотреть, например, кто у нас тут такой и недовольный. Мы можем посмотреть, какая это Элис Воркин. Вероятность участия в выборах 100%. Кто же она такая? Я нажимаю на нее и перехожу на экран в выборке, так сказать. То есть это репрезентативная выборка по стране. Конечно же, здесь не моделируется каждый уникальный житель. Здесь моделируется группа жителей. Что-то было подобное в играх цикла Виктории от парадоксов, где вы могли управлять непосредственно целой группой, которая объединена по определенным принципам. В данном случае фокус-группа, она представляет у нас фокус-группа фермеров. И мы можем посмотреть, что на нее влияет и почему она к нашему правительству относится всего лишь с одобрением 16%. Видите, мы видим, что недостаточное финансирование, министры ей не нравятся, бонус удовлетворенности за медовый месяц. Есть она состояние бюджетники в хорошем состоянии, они друг на друга влияют. Средний класс, у нее немножко хуже мнение, на нее сильно влияет. Молодежь на нее влияет чуть поменьше, при этом она недовольна. Вы можете смотреть. При этом у вас, если мы вернемся обратно, вы выберете любого другого человека, например, который вот здесь. И вы видите, что у нее одобрение 63%. И вот я не уверен, что она фермер. Судя по тому, как она выглядит, она, в общем-то, далеко не фермер. Хотя, возможно, она входит в класс бюджетников. Надо с этим еще будет разбираться. Дальше сверху мы можем посмотреть разные статистики. То есть компас – это вообще, в принципе, как наше население меняется и как оно настроено. То есть здесь у нас, соответственно, либерал-консерваторы по вертикальности и социалисты-капиталисты по горизонтальности. Мы видим, что у нас, в принципе, либерал-капиталисты или либерал-социалисты. То есть в консерваторах у нас, несмотря на все, очень мало. На заднем плане вы можете видеть точки, которые презентуют нам реальных политиков. Вот мы можем видеть, что Дональд Трамп – он консервативный капиталист. Допустим, там же, как и Маргарет Тэтчер вот здесь вот. А, допустим, Эйн Ринд – она у нас капиталистический либералист. Можем посмотреть, Ленин – социал-консерватор. Допустим, больше социал, чем консерватор. В общем, дальше изменения у нас будут после нескольких ходов. Дальше типы избирателей, соответственно, мы смотрели. Пенсионеры, религиозные. То есть все-все-все вы можете видеть, как изменяются разные классы. Их мнение о выборах, будут ли они ходить на эти выборы – не будут. И как они будут вас оценивать. Располагаемый и предполагаемый доход. Вот вы можете посмотреть, то есть вот как сейчас у вас распределяется воронка дохода. Соответственно, вы видите, на заднем плане нарисованы примерно классы. Вот. И интенсивность, точнее, не интенсивность, а желание голосовать. Вот. Закрываем это дело. Возвращаемся на основной экран. Сверху у нас доходы показаны. Нажимаем, опять же, вваливаемся на экран дополнительной информации детально. Из чего составляются наши доходы. Здесь же я могу перейти на расходы. Вот. Чтобы не кликать сюда, опять рассмотрим, из чего состоится. Могу кликнуть сюда и посмотреть, что на что влияет. Но это мы до него дойдем. Вот это непосредственно будет ваш основной экран взаимодействия с вашим населением. Ну и общие графики, опять же, которые вы можете посмотреть, чтобы быстро оценить, что происходит. Дефицит бюджета минус 16, почти минус 17 миллиардов. Долг почти 2 триллиона. Это наши ходы. И дальше вот тут идут иконки, которые дают нам доступ к разным другим возможностям и взаимодействиям. Значит, пушка. Значит, пушка у нас отвечает за то, какие разные противоборствующие организации возникают в обществе. И террористические организации в том числе. Соответственно, и тут же можно управлять своими спецслужбами. Сейчас эффективность спецслужб совершенно неэффективна. Вы можете посмотреть, какие из законов внедрены. Как они работают. То есть, соответственно, красным, зеленым вот здесь заполнены круги. Видите, свобода прессы 85%. Соответственно, она влияет негативно на эффективность спецслужб. Ну, то есть, это две противоборствующие, по сути, вещи. Соответственно, здесь сгенерированы у вас некоторые эфемерно придуманные организации. Одни террористические, другие нормальные. Вы с ними будете, опять же, взаимодействовать. Таким образом, в общем, все взаимодействие с ними будет происходить одним образом. Они будут хотеть вас либо сместить, либо убить. Все. Больше никаких взаимодействий с ними не будет. Вы единственное можете им противостоять, увеличивая эффективность своих спецслужб. Возвращаемся. Следующее. Здесь вы можете управлять значками и фильтровать немножечко то, что вы видите. Далее. Опросы общественности. Это то, что мы с вами уже немножечко разобрали. Дальше. Финансы. Вы можете посмотреть, опять же, доходы, расходы графики. Также кликнуть здесь. То есть, здесь некоторые элементы дублируются. Далее идет более интересная штука. Лампочка. Это у нас самое интересное. Как минимум для меня. Это все возможные законы, эдикты, указы, постановления, которые вы можете принять, отменить и прочее. Разделено оно на внешнюю политику, социальное обеспечение, экономика, налоги, государственные услуги, охрана порядка, транспорт. Если мы закроем, мы увидим, что это как раз вот эти все наши сектора и есть. В каждом будет достаточно большая ветка конкретных законов. Какие-то вы принять еще не можете, потому что у вас, может быть, не хватает еще силы, вот этот политического капитала, который вы можете внедрить. Далее, здесь идет поиск, потом у нас идут достижения, у нас тут достижения, есть обычные ачивки, короче. Далее, кабинет министров. Вот это самое важное. Именно кабинет министров, как видите, дает вам вашу силу в ход. Также каждый кабинет министров, это каждый человек из кабинета министров, имеет свою профессию. Более того, у него есть лояльность к вашей партии, к вам конкретно. И он тоже является членом общества со своими, как говорится, устремлениями, верованиями и прочими делами. Например, вот у нас сейчас самый слабенький – это социальное обеспечение. Во-первых, лояльность слабая, я могу его уволить, могу провести перестановку всего капитала, могу перед тем, как что-то делать, посмотреть потенциальных министров. И вот посмотреть, во-первых, это социальное обеспечение, то есть я должен найти людей, которые пойдут на опыт социального обеспечения. У нас есть лояльность, вот можно сортировать, можно по опыту, можно по компании. Смотрим по лояльности и смотрим, какие у него есть предпочтения. Вот социальное обеспечение, например, он социалист и он бюджетник, вот этот Тим Нельсон. Я могу его поставить, он достаточно опытен, у него есть определенная компания, предвыборную компанию провел хорошо, у него есть определенная хорошая лояльность по отношению ко мне, и он дает нам целых 2,1 единицы. То есть есть смысл вот этого дядю уволить за одну единицу, потратив, то есть у меня останется уже 14, и вот сюда назначить другого дядю. Я нажимаю нанимать и вот смотрю, это Тим Нельсон. Возможно, кто-то есть лучше, но я не уверен. Да, вот 2,1 неплохо. Мы нанимаем его и в общем-то в сумме я буду теперь больше получать. Смотрим, значит, государственные услуги 0,9. Давайте посмотрим, она социалист-автомобилист. В общем, лояльность никакая, хотя и опытная на государственных услугах. Посмотрим, есть ли кто-нибудь полояльный. Да, вот, например, Бен Бейли. Вот давайте эту тетю заменим на... Стоп. Нанять на вот этого Бен Бейли. То есть я увеличил потенциал, но смотрите, что произошло. Вот эти вдруг стали приносить по 0,8. То есть вы формируете кабинет министров, который между собой может начать конфликтовать. И видите, под портретами начал отмечаться рыжим. Эти все хорошо работают. А эти профсоюзные деятельности социалисты, это капиталисты, это у нас бюджетники. В общем, как-то странно, да? Давайте посмотрим. Если, допустим, их поменять, может быть, они и не сильно-то сойдутся. В общем, поменяли мы шило на мыло, не знаю, возможно. Посмотрим, что у нас получится в конечном итоге. Здесь настройки общие. Предвыборная кампания. Она нас ждет через 5 лет, поэтому нам не сильно важно сейчас. И отчет за конец хода. На первом ходу мы ничего делать не будем. Оставим как есть и нажмем следующий ход. Нажмите, чтобы вернуться к управлению. Нажимаем. И у нас появляется квартальный отчет. То есть мы живем по кварталам. И мы видим, что у нас упала ВВП. У нас выросла безработица. Точнее, она уменьшилась. Ну, вот, зеленым показан рост. В данном случае она уменьшилась. Образование осталось неизменным. Мы можем посмотреть. Нет, она таки выросла безработица. Да. Почему она показана зеленым? Наверное, потому что просто сам рост. А ВВП уменьшилась. Вот мы можем посмотреть. То есть надо с этим что-то делать. Кроме того, что вы получили отчет, у вас еще будут некоторые вещи. Какие квестовые задачки. Например, усыновление детей однополыми парами. У вас идет выбор из двух позиций. Всегда будут какие-то вопросы. Ну, очень часто. Практически каждый ход. Может так ли не быть. Но практически каждый ход у вас будет выпадать какой-то вопрос. Экономический, социальный или общеполитический. Где вы должны решить, как делать. Поддержать усыновление однополыми. И выступить против. Допустим. Я, допустим, против выступаю. И я вижу, как привело мое решение к изменению и влиянию на людей в стране. Либералы получили минус 10 поддержки. Родители получили минус 10 поддержки. Религиозники получили плюс 10 поддержки. Вспоминаем, кто у меня больше всего в количестве в населении. Либералов. То есть я сейчас лишился у там 90, считайте, 88 процентов населения. На 10 упала моя поддержка. Точнее, их поддержка ко мне. В общем, надо это дело как-то менеджить. Значит, здесь у нас популярность. Процент электората, который намерен за вас голосовать в ближайших выборах. Вот то, что я говорил в voting intention. То есть они хотят пойти. И у нас есть какой-то уровень, скажем так, доверия и желания голосовать именно за меня, за мою партию. Давайте пойдем и посмотрим. Нам надо как-то вот этот вот дефицит уменьшать. Значит, какие у нас есть? Да, 28 у нас достаточно интересно получилось. 14 мы за ход получили. Давайте посмотрим, что мы можем принять. Например, у нас есть экономика. И вот здесь мы начинаем читать. Например, вертолетные деньги. Тут описывается, что это такое, на что оно повлияет и примерный прогноз. Сколько оно будет стоить за внедрение и поддержку. И сколько оно потенциально может принести. Например, космическая программа будет требовать от нас от 1,2 миллиарда до 4,7 миллиардов расходов. При этом не принесет никакого дохода. У нее есть примерная потенциальная желательность в обществе, чтобы мы этот закон приняли. То есть вот с голосующими. И на что оно повлияет? Что мы сильный лидер. Что скорость интернета станет в лучшем. Вырастут технологии. Уменьшится безработица. Уменьшатся безработицы. То есть люди, мембершип. То есть в скобочках есть поддержка. Допустим, вам там пишут, что это такое. Допустим, там студенты. Скобка будет доход. Или налог. То есть это студенты либо тратят, либо, допустим, студенты получают. В данном случае религиозный мембершип. Не все переведено на русский. Это значит, что уменьшится количество людей, которые религиозные. То есть они перестанут быть религиозными, а станут в другую какую-то фракцию. Войдут в фракцию не политическую, а социальную. Увеличится количество бюджетников, потому что мы тратим деньги на внедрение программы. Налоговые убежища, например. Ну что, вот здесь чего мы не можем принять? Допустим, субсидии на добычу нефти, программа освоения Марса. Мы не можем ее принять, потому что, видите, недостаточно капитала политического, чтобы сказать, что я вот все принимаю. То есть нет. Можно поискать, посмотреть. У нас есть некоторые программы. Здесь нет программ, которые уже внедрены. Например, смотрите. Все внедренные программы это здесь. То есть есть программы, есть здесь просто ситуации. Например, вот посмотрим сюда. Частные школы. Нажимаем на частные школы. Видим, это у нас общий показатель по государству. А вот такие вот со штришками, например. Вот, бесплатное школьное питание. Это закон или указ. Это то, что мы вот смотрели сейчас под лампочкой. Он уже у нас существует. Мы видим его влияние на разные группы населения. Соответственно, видим цену, которую требует из нашего бюджета поддержка этой программы. Соответственно, история расходов дохода вы можете уменьшать, увеличивать. Вы можете двигать внутри. Видите, оно будет требовать вас одно очко вашей политической власти. Если, допустим, вы переходите в другую группу. Видите, вот оно разделено здесь на такие сектора. Допустим, два. Но вот снижение в этой группе, видите, сколько бы вы на нее не тратили, да, оно сразу снижение на меньше, чем 25% пойдет. То есть, эй, отменить. Можно отменить. И, соответственно, двигая ползунок, вы можете оценить, насколько будет изменено влияние. То есть, если, допустим, вот тоже очень противоречивые вещи. С одной стороны, казалось, бесплатное школьное питание. Ого, давайте сейчас валим денег, деткам дадим еды. Но оно еще больше усугубит проблему бедности. Потому что родители, которые бедны, еще больше почувствуют заботу от государства и скажут, так, а зачем нам пытаться зарабатывать больше? Детки и так получают еду, я вообще об этом париться не буду. То есть, если сейчас оно влияет на бедность на минус 12, да, то будет влиять еще на минус 14,5. То есть, еще больше. Если я посмотрю, видите, вот оно будет усугублять. То есть, правой кнопкой мыши я могу нажать и увидеть, насколько будет примерно изменяться там движение. При этом количество бедных, видите, увеличится. Здоровье при этом тоже увеличится. То есть, у вас показатели, которые часто противоречат один другому или каким-то вашим целям. Поэтому вы должны выбирать очень аккуратно, так, чтобы не развалить страну. И самое главное, это все очень надо в таком балансе. То есть, нельзя сразу взять там, налоги задрать на максимум, там, расходы на максимум. Иначе вас, ну, тут же выкинут. Вот таким вот образом вы управляете страной. Давайте найдем чего-нибудь, какой-нибудь такой закон, который можно внедрить, и посмотрим, как это изменится. Например, смотрите, у нас есть запрет на автомобили с высоким расходом топлива. Спрос на нефть упадет, автомобилисты упадут. То есть, группа автомобилистов. Использование автомобилей упадет. Защитники окружающей среды будут очень рады. И выбросы углекислого газа упадут. Можно идти с этой точки зрения, да, то есть, от законов вверх. А можно пойти на отчет и посмотреть, что мы хотим изменить. Например, мы хотим уменьшить безработицу, и мы хотим поднять образование. Здоровье пока, фу-фу, нормально. Хорошо, возвращаемся и смотрим. Государственные школы. Можно еще больше задрать. А может быть, посмотрим что-то поменьше. Вот вопросы, смотрите, планирование семьи и публичной библиотики. Например, публичной библиотеки. Закон уже есть, стоит нам 300 миллионов и работает низко. На что влияет? Влияет на образование, равенство и на пенсионеров. Как он на пенсионеров влияет, не очень понятно. Видимо, им дает что-то, возможность почитать на пенсии. Если, например, я возьму и повышу это до 500 миллионов. Хочу ли я это? Считаю, что вот такой прирост мне нужен. Ну, я, наверное, думаю, что нет. Пока, во всяком случае, у меня нет этих денег, чтобы вот просто так. Смотрим, бедность влияет на дело. Как можно уменьшить бедность? Безработица. Вот самый главный фактор – это безработица. Как можно увеличить возможность людям найти работу и уменьшить, соответственно, безработицу? Надо что-то делать. То есть, вот есть пособие по безработице, какая-то иммиграция, пенсионный возраст и прочие-прочие социальные защиты, которые, видите, влияют на это дело плохо. Сельскохозяйственные субсидии, вот мы смотрели, да, производительность. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-нибудь законы, которые помогут нам в экономику внедрить что-то. Ну, вот, например, городские фермы. Смотрите, оно улучшит фермы, улучшит количество людей, которые хотят быть фермерами, но уменьшит цены на продовольствие. Хорошо это или нет, не знаю, может быть и хорошо, что цены на продовольствие упадут. Что у нас тут есть еще? Гранты на развитие сельского хозяйства. Смотрите, тут прямо вот безработица упадет, низкий уровень дохода увеличится. То есть, это те люди, кто увеличится равенство, ВВП вырастет. Смотрите, очень неплохо. И, в принципе, стоимость не такая и большая. Полная реализация 6 кварталов, 6 ходов. И вот мы видим, то есть, вот у нас изначально сейчас ноль. Если мы внедрим на 1,5 миллиарда, например, мы увидим вот такое изменение. Я говорю, ну, ребят, 1,5 миллиарда это, наверное, слишком много, но вот на миллиард я готов пойти. Так? Говорю, хорошо, применить. Применяю, например, больше я применять ничего не буду. Делаем ход. Возвращаемся к управлению. Торговое соглашение, например. Вы не увидите иногда изменения сразу. Для него должно пройти время. Какие-то вещи внедряются за 6 ходов, какие-то внедряются дольше или меньше, но эффект от них уже начинает влиять на население, потому что, как минимум, вы его приняли. Люди уже начинают на это реагировать, что вы движетесь в каком-то направлении. Торговое соглашение. Подписать соглашение или отписаться? Вы можете почитать, о чем оно. Говорит. Наша экономика переживает сложные так. Хорошо. Группа западных стран приглашила заключить новое торговое соглашение, регулирующее торговые квоты и другие торговые ограничения. Это соглашение не дает развивающимся странам наверстать упущенное, обеспечивает нам мировое экономическое господство в ущерб праведству стран. Я вот так хожу. Смотрите, международное отношение. Минус 10, либералисты. Минус 23, мы помним, у нас либералисты и капиталисты. Капиталисты плюс 17. Ну вот, замечательно. Вот таким вот образом выросло и изменилось отношение людей ко мне. Смотрите, капиталисты, вот оно упало. Смотрите, либералисты, помните, были зеленые. Вот показывают, что оно упало. И упало очень сильно, потому что я принял определенный уровень закона. Давайте сделаем еще один ход. Мы сейчас не на прохождение играем, просто чтобы вы увидели. Смотрите, у нас получилась ситуация, что у нас уменьшен кредитный рейтинг. Потому что мы все до сих пор в дефиците. Мы никак его не меняем. И у нас дефицит был сначала минус 17 миллионов, сейчас стал минус 23. ВВП упало очень сильно. Образование чуть-чуть начало расти. Безработица начала расти вверх. Вот мы приняли гранты на родительское и сельское хозяйство. Вот это я не до сих пор, не до конца понимаю. То есть вот оно растет. Это все-таки хорошо или это все-таки плохо? Вот это непонятно для меня. То есть это надо поиграть в нее достаточно долго, чтобы понять, как это работает. Ну а вот на сегодня я буду закругляться с этим. Я вам дал общее понятие об игре. Больше здесь никаких таких инструментов сверх того, что я рассказал, нет. Все самое интересное, это внутри, в управлении, в комбинировании законов, указов и влияние на население. А на сегодня всем пока. Еще раз с вами был Game Dragon. И это была Демократия 4. Ссылочка, где ее взять, будет под видео. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok